Всем привет! 18 января мы с вами сеяли петунию в таблетки и в стаканчики. 22 января она у меня проросла и выставила на свет. И вот сегодня уже 3 февраля, то есть нашим всходом 12 дней получается. Вот их видно. Смотрите, вот этот стаканчик, вот этот, эти. Вчера и позавчера были очень солнечные дни и мои питунчики сразу выдали по первому настоящему листику. Все-таки сейчас для них самое важное это свет, интенсивный яркий свет. И для сравнения вот я поставила один стаканчик. Это из второй партии посевов. 29 января мы их сеяли и они проклюнулись только вчера вечером. Только сегодня я их выставила на свет и убрала сверху пленку. Вот смотрите насколько они отличаются. Кстати, всходы тоже неравномерные. Вот посмотрите в таблетках, вы можете видеть один сорт, все три хорошо взошли и уже дали по первому листику. Другой сорт повел себя совсем не так. Всего в одной таблетке петуния более-менее большенькая с первым листиком, а в двух вообще в одной ничего нет, а второй что-то невразумительное. Так что всхожесть у всех тоже разная. При одних условиях развиваются они по-разному, сеянцы. И раз у нас вышел первый листик настоящий, можно уже проводить первую подкормку. И опять чуть не забыла сказать, все рекомендации по срокам посева относятся к южным регионам, потому что здесь, во-первых, у нас сейчас световой день немножко подлиннее, света больше, а во-вторых, мы будем их высаживать на месяц, на полтора раньше, чем, например, в средней полосе или в центральной России. Так что ориентируйтесь на свой регион и уже высчитывайте сроки. Ну, в среднем, я говорю, месяц-полтора разбег. Если же, конечно, вы используете качественную подсветку, у вас есть такая возможность, то да, там можно высевать и в такие же сроки, как на юге. И к моменту высадки рассада будет уже цветущими большими костиками. Подкармливать я их буду вот таким вот водорастворимым удобрением акварин для рассады. Пакетик этот 20 грамм. На обороте мы видим, что для цветочных, цветочных декоративных культур 10 или 20 грамм на 10 литров воды. То есть, либо целый пакетик, либо пол пакетика на 10 литров воды. Я беру на и меньшую концентрацию, потому что это все-таки рассада, причем рассада очень маленькая. Значит, моя концентрация будет 10 грамм пол пакетика на 10 литров воды. Но 10 литров удобрения мне сейчас девать некуда. Рассада у меня еще немного и она совсем маленькая. Поэтому этот пакетик с удобрением я хочу разделить. Где-то читала, что делают маточный раствор, то есть разводят сразу вот этот пакетик в литре воды, например, и потом из этого литра берут уже по столовой ложке, например, на литр воды или еще в какой-то концентрации. То есть, готовят маточный раствор. Но также я еще и слышала, что нельзя комплексные минеральные удобрения с микроэлементами разводить заранее. То есть, какие-то элементы, например, железо и еще что-то могут потерять свое действие. Поэтому я рисковать не буду и поделю пакетик. Высыпаю сюда удобрения. Так, все содержимое пакетика, которое у меня рассчитано на 20 литров воды, я делю пополам. Это получается каждая часть на 10 литров воды. Ну, плюс-минус миллиграмм, ничего страшного. более-менее ровные кучки. Затем каждую делю еще пополам. Это получается уже каждая кучка на 5 литров воды. Делим ее пополам и получается порция на 2,5 литра воды. Вот уже эти порции на 2,5 литра воды я уберу вот в такие зип-пакетики и на них напишу, что это удобрение для рассады на 2,5 литра воды. Каждую такую порцию потом можно будет разделить еще пополам. Это несложно. И получится литр 250. Ну, то есть даже не целая полторашка. Вполне удобная доза. Можно развести 1,5 литра и остальное, если останется, вылить в комнатные цветы, например. И теперь каждую порцию перемещаю на листик бумаги, сложенный пополам. И отправляю в пакетик. Вот это у меня получилась порция на 2,5 литра воды. Пакетики я уберу обратно в пачку, потому что, может быть, мне будет нужна инструкция или информация какая-то. Она у меня будет всегда под рукой. Вы знаете, что средства, которые мы используем для растений, стимуляторы, лекарства против болезней и против вредителей, нельзя размешивать и разводить в таре, которую мы используем для приготовления и хранения пищи. Поэтому у меня есть специальная банка трехлитровая, которую я подписала, что здесь растворы. То есть для пищи я ее использовать никогда не буду. И вот можно на ней, на банке даже сделать такие риски и подписать объем. 1,5 литра, 2 литра, 2,5 для удобства. Вот сейчас я отметила литр 250, как раз на пол пачечки. Так, развела до полного растворения раствор. В этот же раствор для опрыскивания и полива можно было добавить и стимуляторы, регуляторы роста при необходимости, если бы такая необходимость была. Но их применять часто не нужно. Они применяются буквально один-два раза за сезон. То есть ни в коем случае не с каждым поливом. Потому что стимулировать рост нам еще не нужно. И тем более цветение, растение слишком малое. А регулировать, если у нас достаточно света и температура подходящая, то есть температура оптимальная для питуньи 18-20 градусов, ну максимум 22. То притормаживать силу роста, притормаживать рост с помощью регуляторов тоже необходимости нет. Поэтому ничем лишним я не буду обрабатывать. Такие маленькие растеницы можно обработать из пипетки или, например, взять шприц и вот так вот прям на каждой растенице по капельке по две капаем. То есть оно попадет и в почву под растением и на листики. Или если это уже большие черенки, вот такие, то опрыскиваем их обычным образом. Почему подкормки именно по листу проводим, а не поливом? Потому что у рассады, что из семян, что вот у этих черенков, которые я посадила всего лишь позавчера, воткнула в землю, у них еще нет корней. То есть впитывать питательные вещества из почвы им еще нечем. Поэтому все подкормки производятся по листу. И таким же образом, как питунью, обрабатываю остальные семянцы. Это вот у меня, например, вербена того же сока посева. Она побольше, ее уже можно и побрызгать. Ну а на сегодня все. За дальнейшим развитием наших семянцев мы будем с вами следить вместе. Всем всего хорошего, отличного настроения и до новых встреч. Пока!